Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я буду показывать, как я пикирую петунию в фазе двух семидолей. И я назвала это видео вынужденная пикировка петунии. Сейчас объясню почему. Буду пикировать разные посевы. Посев на пеленку я называю вынужденной пикировкой, потому что вот смотрите, она уже выросла большенькая. И дальше развиваться на пеленке ей не очень комфортно, понимаете, что там нет грунта у нас. Я уже говорила, что сейчас корневая система будет дальше разрастаться, она будет в эту пеленку вцепляться, и потом ее разъединить с пеленкой будет сложно. Возможен обрыв корешков, поэтому я вот с пеленок всегда пикирую в фазе двух семидолей, просто потому что дольше ей здесь развиваться не в чем, грунта нет. И переносит она пикировку хорошо в фазе двух семидолей с грунта. Я обычно не трогаю, жду, когда маленький листик появится настоящий. Но вот в этом году я показывала, что кошка перевернула мои посевы, и они, видите, как несколько кусочков я подняла, сохранились. Она выглядит намного толще, чем та, потому что все-таки здесь питательный грунт у нее. У нее уже появляется один маленький настоящий листочек, и я сейчас буду пикировать ее, но эта пикировка тоже вынужденная, потому что, видите, пласт, вот этот вот грунт, он поврежден, и дальше так расти ей невозможно, многие погибли вот из этого лоточка. И на примере вот этих питуней я как раз покажу, что в фазе двух семидолей пикировка вполне реальная, все эти малыши хорошо переживают пикировку. Я буду из нескольких частей составлять видео. Я сейчас вот показала, как они выглядят до того, как я разрушу вот этот вот комочек, и как пеленку раздеру. Буду пикировать вот в такие кассеты, но если в те годы, когда я была помоложе, сил было побольше, я высаживала питунью в огромных количествах, около дома по 400-500 кустов обсаживала перед полисадником, то в этом году я буду меньше садить, и поэтому вот эта кассета, вот кассеты вот такие специально для питуньи продаются в магазине, она одна кассета, их тут очень много, 150 штук что ли, вот я 3-4 кассеты каждый год высаживала, нынче я хочу эти кассеты немного поубавить, то есть я сейчас кассету отрежу половинку, вот, чтобы именно в лоток, потому что вот эту всю кассету ее и носить неудобно, под каждую кассету у меня есть подложка, но они такие огромные, для них специально у меня был стеллаж, в этом году я его даже собирать не буду, этот огромный стеллаж, так как с возрастом стало убавлять количество цветов, потому что все-таки любовь, есть любовь к растениям, но убиваться совсем-то до смерти не хочется с ними, и я буду каждого сорта, ну, штук по 50, по 60, мне хватит. Я сейчас покажу, как можно убавить вот эту огромную кассету, как я сейчас буду ее разрезать, потому что я думаю, что не каждому тоже человеку нужно 150 вот этих сеянцев петунии. Ладно, я ее распикирую сейчас сюда маленькую, вы просто понимаете, что потом она начнет разрастаться, ее надо будет раскладывать по горшочкам, по стаканчикам, и вот таких 3 или 4 кассеты они обычно могут занять весь ваш дом. Все, я, чтобы не удлинять видео, сейчас выключаю, покажу вам, как буду резать кассету, и в конце сам процесс пикировки. Так как я свою петунию хочу выращивать вот в поддончике, вот в таком, в поддоне легче поливать, можно прям в поддон наливать жидкость, можно в поддоне подкармливать, тоже наливать подкормки туда. Я просто посчитала, прикинула, какая часть кассеты сюда войдет, и обрезала прям по размеру, ну, начала обрезать, прям по размеру поддона. Вот, видите, ограничила здесь и здесь. Все. Теперь у меня ячеек будет ровно столько, сколько входит в поддон. Мне удобно будет переносить, они будут стоять на общем стеллаже вместе с томатами, потому что вот эта большая кассета, конечно, неудобная. Сейчас я быстренько обрежу и начну засыпать ее землей. Вот, откусила я при помощи ножниц и ножа от большой кассеты тот размер, который мне нужен, именно в лоток. Теперь это вот такая аккуратненькая кассета у меня получилась, более маленького размера, потому что большая кассета, чем мне уже не нравилась в последнее время, когда она набита землей после полива, она уже тяжеловато была для меня перед собой ее таскать. И я решила вот такие нынче сделать женский вариант кассет. Теперь мне осталось набить ее землей и все. Землю я, если для первого раза я говорила, что землю сею для посева, она должна быть однородная, для второй, вот то есть для пикировки, я не делаю ничего этого уже, более упрощенный вариант, просто перегной с дерновой землей один к одному перемешиваю. Не добавляю никаких разрыхлителей, как некоторые говорят, что вермикулить надо еще. Я не считаю это нужным, и так все хорошо растет. Главное требование, земля должна быть жирной, плодородной, потому что питунья, она очень прожорливая, и вот эти маленькие растения, которые вы посадите, она уже будет сильно быстро развиваться, и бедный грунт ей здесь не подойдет. Просто он должен быть, видите, какой у меня, он такой увлажненный, такой рассыпчатый, видно, что он такого цвета темного, тут именно дерновая земля и перегной, и когда я вот так насыпаю, я просто набиваю, видите, и вот так пальчиками чуть-чуть уплотняю, чтобы он был не очень рыхлый, чтобы там корешки были не в пустом пространстве, а именно в хорошей, вот в такой земле. Сейчас я сделаю так всю кассету, и начнем мы пересаживать. После того, как я всю кассету набью грунтом, сверху я немножко ее опрыскиваю, начинаю делать дырочки для будущих сеянцев. Но перед тем, как делать дырочки и опрыскивать, я каждую проверяю вот эту ячейку, чтобы было плотненько. Зачем я это проверяю? Один раз у меня было так, что я набила не очень плотно, просто насыпала, и при первом же поливе, вот этот грунт, вы знаете, он оседает, он осядет и утащит за собой вниз вот этот сеянец. Ничего поправить уже нельзя будет. Засыпать, подсыпать его будет сложно, потому что он уже и так будет заглублен по семидоли. Поэтому нужно сначала проверить, плотно ли. Потом я делаю легкое-легкое опрыскивание. Для чего делаю опрыскивание? Для того, чтобы сейчас, когда начну делать дырочки, углубления, чтобы грунт не осыпался, и чтобы вот этот верхний слой, он был как бы зафиксирован. Вы знаете, что увлажненный грунт, он не сыпучий. Да, никогда не опрыскиваю простой водой, потому что это все-таки петуния, сеянцы молодые, они очень нежные, восприимчивые. Раньше опрыскивала розовым раствором марганцовки. Сейчас я делаю, как и во всех посевах, привикур. Развожу по инструкции полтора миллилитра на один литр воды. Ну, в принципе, кто будет пользоваться привикуром, там инструкция есть. Увлажнила, немножко подождала и начинаю делать углубления. Но вот здесь тоже вы должны обратить внимание, какие делать углубления. Углубления делаем по размерам сеянца. Поэтому перед тем, как делать углубления, достаньте, пожалуйста, один свой, одно растенице. И посмотрите, какой размер у него у самого, у его корневой системы. Вот у меня не удалось, но вот примерно, я вам сейчас покажу. Вот такой у меня сеянец. Значит, я должна делать вот такого размера дырочку, один сантиметр. Если вы сделаете дырочки большие, они у вас просто будут падать туда и проваливаться. И желательно делать не сильно широкие, чтобы вот эти семидольки все-таки держали их на поверхности. Можно делать кисточкой, можно делать любой палочкой. Я сейчас, когда сделаю все дырочки, тогда покажу вам, как я сею. Ну вот, видите, сделала дырочку чуть-чуть больше, чем положено. Смотрите, что получилось. У нас сеянец утонул. Поэтому я вот первой проверила, что это слишком глубоко. Я буду делать чуть меньше дырочки. И на этом хочу заострить внимание. А то некоторые наделают много больших дырочек, а потом они все у них, когда попадают, переделывать очень сложно. На одном попробуйте, какой глубины должна быть дырочка. Все, сейчас наделаю дырочек, будем дальше. Вот теперь, когда я наделала дырочек, которые полностью соответствуют по размеру моим сеянцам, я приступаю к самой пикировке. Я беру вот этот кусок, ну в данном случае, который кот мне разрушил, увлажняю его, отделяю, разбиваю на маленькие кусочки, вот примерно на такие, и каждую пятуньку освобождаю от земли. Накладываю несколько штук вот так вот уже. Видите, у меня здесь уже они, вот они валяются. Вот две. И хотя, казалось бы, кажется, они совсем маленькие, но вот совсем никакие, с крошечными корешками. Этот способ поэтому считают щадящим, что у него еще небольшая корневая система у сеянца, и он не сильно страдает при пикировке. Если вам трудно взять его рукой, можете взять пинцетом. Ну и дальше все как обычно, каждый сеянец в свою дырочку. Я вот просто рукой беру. Тут дальше очень важно, вот смотрите, когда мы положили этот сеянец, вот туда заглубили, очень важно, чтобы земля вокруг него, я прям пальцами беру, была уплотнена, чтобы он не был в пустой, в такой, как там в ямке. Именно, чтобы корешки сразу получили сцепку с землей. И после этого, если до пикировки я опрыскивала, а после этого я буду поливать прям вот сюда, под корешок, по маленькой капельке, каждому сеянцу, чтобы грунт вокруг этого сеянца был увлажнен. Это вот я рассадила те, которые у меня кошечка сломала, повредила. Сейчас дальше буду показывать, как я с пеленки пикирую. Вот, которая петуния на пеленке. Вы видите, что они, видите, все стоят хорошие, их кошка у меня не роняла. Они очень хорошо все взошли, все такие, как живенькие. Но их точно так же, как обыкновенные посевы с грунта. Я беру пинцетом одну маленькую петуньку. Видите, у нее корни еще не успели, вцепиться в пеленку. И это очень хорошо. Но уже начинают образовываться боковые корни. Поэтому я говорю, что пикировка с пеленки, она вынужденная. Пока они не схватились с пеленкой, нету сцепки такой. Но корень уже вполне такой хороший. Их нужно быстрее распикировать. Тут еще проще. Это очень чистый способ. Тут же у нас нет земли. Она просто снимается с пеленки. Вот это, я считаю, самый простейший вариант, когда без земли посеял, она выросла. Тут у них корни не нужно от земли отряхивать. Не нужно ничего делать. Видите, как все просто. Просто я беру, какая мне нравится, ну какая пожирнее, считаю, вот эта. Оставшиеся можно еще оставить на доращивании. И скажу еще вам один такой способ. Вот если вы всю пеленку не распикировали, например, нет у вас места или что, ее можно положить на контейнер с землей и сверху присыпать земли. И получится, что вот эта, она потом, конечно, в земле растворится, они могут и дальше расти. В грунте-то она, пеленка, это сгниет. Вот все. Я сейчас высажу для того, чтобы было наглядно, половина кассеты с пеленки, а половина кассеты с грунта. Все. Вот они, пеленочники, очень даже хорошие. Ну все, я рассказала все. Потом вот из этой, ой, вот из такой, из простой бутылочки, поилочки, я просто по капельке каждый разолью. Когда как. Иногда наливаю из маленькой чайной ложечки. Кто-то из резиновой груши наливает, кто-то из шприца наливает. Не самое сложное распекировать, самое сложное сохранить их вот в таком маленьком состоянии, чтобы у них хотя бы 2-3 настоящих листа появилось, потом они попрут, вы их не остановите. Главное сейчас не пересушить и не перелить. Все. Теперь им парниковый эффект не нужен, они самостоятельны, несмотря на то, что они такие крохотульки, 2 семидоли, они у меня уже давно открытые растут. Ой, ну на пеленках-то вообще прелесть. И так реденько получилось, хорошо. Все, до свидания. Вот это все о пикировке петунии. Можно сказать, что я от А до Я все показала и про грунт, и про кассеты, и про полив. Выращивайте петунии, очень красивый цветок и неприхотливый. Вот петуния в фазе 2-7 долей распекировала, вот с такой вот маленькой поилочки все полила. Сейчас буду ждать, когда она начнет покажет мне третий листик. Глядя на этих малышей, конечно, многим даже не верится, что они жизнеспособны, что они могут дать потом впоследствии пышные кусты, хорошие цветы. Но я вас уверяю, большинство из них приживется. При правильном уходе это будут прекрасные растения. Конечно, за ними нужно следить так же, как в первые дни мы следим за маленькими. Вовремя поливать, смотреть, чтобы они не пересохли, но не перевлажнять. Вот здесь есть, сейчас покажу, есть совсем крохотули, которые даже еле видимы глазу, но все равно я их все рассадила, вот еще меньше, вот оно, видите, все равно я их все рассадила. Глаза боятся, руки делают, все это нам под силом, так что, если у вас есть какая-то такая экстренная ситуация, вот как у меня кот перевернул, например, посевы петунии, или вот я с пеленки, вот это вот с пеленки садила, с пеленки садила, где нет грунта. Все, можно распекировать в фазе двух семидолей, потом впоследствии покажу вам. До свидания, с вами была Ольга Чернова, прощай. Субтитры создавал DimaTorzok